На посадочную полосу заходит первый самолет из Сочи в Ингушетию. Это первый авиарейс, который запущен с сегодняшнего дня. Теперь долететь до так называемой морской жемчужины России, обратно в край башен и легенд, можно меньше, чем за два часа. Самолет проезжает через водяную арку. Это такая добрая традиция встречать воздушное судно, выполняющее новый авиарейс. Через считанные минуты на трап выходят первые пассажиры. В пути никто даже устать не успел. Долетели удобно и быстро. Этот маршрут ждали с нетерпением. Рейс новый. Удобно ли? Очень удобно. Очень удобно. Рады ли вы что, запустили? Да, да, рады. Очень хороший рейс. Спокойный полет, быстрый полет. Очень приятно, хорошо долетели. До этого многим приходилось ездить с пересадками или же выезжать в Сочи на автотранспорте и стоять в многочасовых пробках, либо ехать на поезде, что тоже отнимало много времени. Мы добирались до пункта Влоо на поезде. Это было очень некомфортно, там было тесно, купе. И было очень долго, это самый главный минус для меня. Но хорошо, что вот этот рейс. Нам очень повезло быть... Первым пассажиром? Да. Это свидетелями этого события. И вот я очень рад, что есть теперь такая возможность добираться. Новый рейс не только повысит мобильность жителей самой Ингушетии, но и позволит сделать регион еще более привлекательным для туристов. Доказательство тому и первые гости в регионе. Удобно, да. И билеты очень хорошие по цене, комфортные. Билеты в Ингушетию из Сочи раскупили быстро. Борт почти полон теперь и в обратный путь. В зале ожидания много пассажиров. Все потому, что маршрут выгодный. Билеты недорогие. Очень рады в первую очередь. Во вторую очередь. Цены очень приемлемы. И аэропорт очень компактный и очень удобный. Хотелось бы поблагодарить организаторов и руководство этого всего. Сейчас общий турпоток в Ингушетию составляет более 150 тысяч человек в год. С запуском новых авиасообщений это число намного увеличится. Ведь приезжать в республику теперь станет намного комфортнее и быстрее. Во-первых, и дешевле. Мы с пересадкой с Новосибирска вообще летели. И посмотрели заодно несколько городов. И побывали в Грозном. И здесь побывали. В Ингушетии. Попасть на борт до Сочи можно два раза в неделю. Рейсы из Ингушетии запланированы каждый четверг и воскресенье. Стоимость билетов от трех тысяч рублей. Правительством республики лично главой была проделана очень большая работа. Очень большая работа по открытию этих рейсов. Они по программе 1242 были сделаны. То есть это развитие межрегиональных перевозок. Большие были усилия приложены. Главе даже пришлось обращаться к Новоку, вице-премьеру России, с просьбой оказать содействие в развитии этих перевозок. И вот на сегодняшний день у нас уже началась программа. Еще одна хорошая новость. Курсировать воздушные судна начнут и в Санкт-Петербург. Авиарейс запустят с 6 августа. Время в пути займет 4 часа. Самолеты будут отправляться каждую среду и субботу. Стоимость билетов составит от 6 тысяч рублей. У нас начинается выполнение полетов рейса Тюмень. Ну и в ближайших планах Нижневартовск. Ну вот то, что на этот год мы планируем, это вот эти направления. Отныне можно будет забыть про бесконечные пересадки. Сейчас из Ингушетии каждый день совершаются авиарейсы в Москву. Большим подарком для жителей стало и то, что в июне новый рейс запустили в Самару. Время в пути занимает 2,5 часа. Самолеты регулярно отправляются из региона по воскресеньям. Власти республики делали упор на самые востребованные маршруты. Мы проводили опрос населения устный, мы проводили опросы населения на сайте, на нашем, на страницах, в соцсетях. То есть эти все рейсы были сделаны так. Но если говорить подробнее, допустим, рейсы на Тюмень и Нижневартовск, они сложились у нас с целью. Поэтому они имеют свою задачу. Эта задача является трудоустройство населения. Если с нашего региона вылететь, отработал вахтовым методом и прилетел в свой же аэропорт, то я думаю, желающие будут. Сейчас у нас есть вахтовики, порядка тысячи человек сейчас работают на севере. Но им очень проблемно, очень большие проблемы. Им приходится или из Дагестана, или из Минвод вылетать сложно, или через Москву лететь. Это и дорого, и сложно. Новые авиарейсы открылись благодаря главе Ингушетии. Махмуд Алик Алиматов вел долгие переговоры и вынес вопрос на федеральный уровень. Работу над транспортной доступностью региона поддержал вице-премьер правительства России Александр Новак. Пять направлений из республики, а это в Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень, Нижневартовск и Самару, будут просубсидированы правительством России. В прошлом году аэропорту Магаз имени первого героя России Сулумбека Асканова присвоили статус международного, что открывает еще больше возможностей для новых направлений. Зелимхан Калойев, Мухаммад Белакии, Новости 24.